Итак, всем привет! Мы сейчас на Этала-Эспланаде, это огромный буйвар в центре Хельсинки. Вы видите, он разделен на две части, на южную и северную. Здесь идет парк, а здесь идет улица, главная улица. Здесь находится множество магазинов различных, потом вам покажу. И сейчас мы начнем нашу экскурсию вот с этого прекрасного парка. Это одна из самых главных достопримечательностей города Хельсинки. Пойдемте посмотрим, что же там в парке. Итак, вот мы уже непосредственно в парке Этала-Эспланаде. Вам покажу, как здесь красиво. Тоже там кафе. Немножко пройдем на ту сторону, посмотрим. Параллельно идет эта улица. Так, ну что можно сказать про этот прекрасный парк? Пока мы будем идти, я буду вам тихонечко рассказывать историю. Парк был в Лазби 1830-е годы. Благодаря усилиям городского архитектора Карла Людвига Энгеля. Изначально он был построен для дворянского общества. Обычным горожанам, крестьянам здесь нельзя было находиться. Это было удел только лишь дворян. Было даже ограждение раньше. Но сейчас уже этого ничего нету, конечно. Поэтому мы можем, обычный народ может смело тоже здесь прогуляться. Так, и сейчас пройдем туда дальше, посмотрим. Там есть очень самый старый ресторан Каппели в Хельсенке. Сейчас мы его посмотрим. Итак, вот мы подошли в самую середину парка. Покажу. Это памятник Рунибергу. Это известный финский поэт. Это та улица для шоппинга. И вот сейчас мы пойдем с вами искать этот ресторанчик Каппели. Ну вот я уже вижу это место в Каппели ресторанчик. Просто по дороге еще чуть-чуть сниму парку. Тут различные маленькие кафе, как вы видите, стоят с финскими флагами. Это такой общий вид. Ну вот, нам осталось всего лишь перейти эту дорогу. И мы пребудем в этот милый ресторанчик. Вот мы и пришли в этот ресторан Каппели. Сейчас еще вам покажу его. Выглядит общий вид у него. Здание было построено в 1867 году. Одно считается из самых старых зданий в городе Хельсинки. Но оно, конечно, реновировалось уже несколько раз. Сейчас пойдем посмотрим его с другой стороны. Это все это же здание. Много стекла. Здесь еще такое патио, что тоже можно посидеть на улице. И с этого патио будет прекрасный вид на рыночную площадь. Мы туда потом подойдем. Что-то не видно сейчас памятник Хавис Аманди. Сейчас я посмотрю. Ну вот, мы тоже потом туда подойдем. Я вам расскажу маленькую историю про него. И сейчас я зайду вовнутрь. Вот сейчас мы внутри. Это один зал. Здесь вот так вот все миленько. Немножко меню. Барная стойка. И сейчас пойдем в другой зал. Вот это внутри. Сейчас еще пойдем вот в этот зал. Ну вот, мы внутри. Нам разрешили здесь снять. Вот что здесь находится внутри. Так как уже вечером здесь можно посидеть. Наверное, тоже Хавис Аманда. Такие столики. Тут все мягко, красиво. Все так помпезно. Просто отлично. Ну вот. Такое люстра и такие красивые здесь. Красивые потолки. Очень милое место. Вечером здесь очень прикольно посидеть. Везде настоящий хрусталь. Это все хрусталь. Ну все. Пойдемте посмотрим теперь. Во дворе этого каппеля находимся. Здесь летом, вот на этой летней эстраде, каждый день будут какие-то представления идти. Может быть, дастся чуть-чуть и заснять. Итак, вот мы подошли к памятнику. Здесь расположен фонтан, украшенный бронзовой фигурой девушки. Он был открыт в 1908 году. И на открытие фонтан, когда девушки упали покрывало, добропорядочные жители Хельсинки были шокированы немного. Но сейчас обнаженная Хавис Аманда, в переводе она означает морская нимфа, работает от скульптора Вилли Вальдвена. Является уже украшением парковой, абсолютно уже никого не смущает. И сейчас вот рыночная площадь, там продают различные сувениры. Различные сувениры, можно там покушать. Можно, конечно, побродить. Ну, давайте чуть-чуть туда пойдем. Ну, и вокруг Аманды, конечно, здесь много туристов. Все ее фотографируют. Одна из главных достопримечательностей. Вот. Ну, вот голубое здание. Могу сказать, что это парламент. А, извините, не парламент, а мэрия города Хельсинки. Вот такие красивые старинные дома. Туристические автобусы. Там уже видно море. Ну, и сейчас кафедральный собор видно. И сейчас пойдем на эту рыночную площадь. Ну, вот мы на этой рыночной площади. Выглядит так. Совсем. Ну, примерно так. Здесь пахнет жареной рыбой. Национальная еда финская. Здесь продают всякие ягоды. Можно здесь поесть, как я говорила. Здесь еще и продают разные сувениры. Пойдемте посмотрим. Закрытые палатки. Это такие там можно поесть. Ну, здесь продаются все и цветы. Это, я так понимаю, овощной отдел. Ну, вот там сразу сидят. Такие цветочки можно купить. Хоть это палатка, но цены там такие, как в обычном кафе. Вот отсюда. Совершенно с центра Хельсунки. Вот это все. Можно отправиться в Суоменлин на вот таких маленьких корабликах. Или на соседние тоже острова. Вот здесь можно купить билеты. Там все по-русски написано. Билеты. И вот счастливчики уже возвращаются. Вот. И еще сейчас пойдем туда. Посмотрим просто мельком, посмотрим различные сувенирчики. На таком кораблике можно даже посмотреть, плывя по морю, достопримечательности Хельсунки с экскурсоводной. Видите, он тут плывает. Ну, там стоит большой сериал Ай, но он идет уже в Стокгольм. Вот здесь продаются билеты. Здесь есть на русском языке информация. Билет стоит 13 евро, чтобы посмотреть все эти достопримечательности, плывя по этому прекрасному. Но прокатиться, чтобы на вот этом прекрасном небольшом кораблике и посмотреть достопримечательность Хельсунки. Ну, цена такая. И это все-таки дешево. Видите, какие здесь блички. Первый раз такое вижу, конечно. Здесь продается мед. Тут тоже какая-то еда. Могу вам заснять даже цены. Ну, вот такая уличная еда здесь продается. 10 евро стоит, польза 12. Но это очень хорошая цена. Ну, пойдемте все-таки смотреть сувениры. Ну, вот тут уже продаются сувениры. Людей тут уже поменьше. Чем вот за еды. Вязаные вещи какие-то. Вязаные перчаточки. Украшения какие-то продают. Ну, если честно, я не любительница этого всего, потому что это стоит очень дорого, как правило. Такие вот чисто народные финские сумочки. Картины. Наши тоже здесь. Я слышу нашу речь. Вот шапочки. Что тут еще могу показать? Такие изделия из льна. И финские украшения. Финского дизайнера. А, там даже еще есть меховые шапки продают. То есть, если здесь такие различные одежды. Шарфы, шапки. Там мелкие сувениры, как везде. Тут такие носки. Меховые шапки, хоть и не сезон. Меховые шапки, хоть и не сезон. Ну, вот. Перелочки. Тут вообще даже шкуры. Красные так. И тут из дерева различные. Ну, все как обычно, стандартный набор. Что в Таллине, что в Финляндии одинаково. Ну, вот, в принципе, это весь товар. Знаменитые олени. Украшения на зимке. Дизайн тоже продают. Много очень картин стали продавать. Ну, и тут вот деревянные. Посмотрите, рыбки эти 11 евро стоят. Для чего они, непонятно. А, это надо, чтобы ставить горячую еду. Вот кепочки такие стоят по 10 евро. Ну, пойдемте дальше. Еще последний такой панорамный вид на этот рыночную площадь. Да, памятник, кстати, нашему царю. Колесо обозрения. Ну, это, в принципе, пока и все. Сейчас пойдем на Этл Эстпланаде. Этл Эстпланаде именно на улицу. На Невпарк. Как я говорила, Этл Эстпланаде, он разделен на северную и южную часть. И мы сейчас пойдем уже не в парк, а походим по этой улочке. Так, мы на другой части Этл Эстпланаде поиска. Вот этот сам парк, в котором мы были. И вот это его вторая часть, это улица. Это, конечно же, улица шопинга. Здесь довольно-таки много разных брендовых магазинов, так, тоже с тем числе и финских. Вот, допустим, я вам сейчас покажу магазин Арабия. Это тоже финский бренд. Они делают, как правило, посуду. То есть вот такая красота у них. Сейчас попробую зайти в магазин, спросить, вкусят ли они меня. А, и вот еще хотела показать, что на домах в старом центре Хельсенка вот такие животные. Раньше на каждом доме почти. Раньше такого названий как таковых не было. То, что не все люди могли читать. А по названию, по изображению животного, хотя бы самый, даже крестьянин мог, допустим, вызвать, назвать улицу по названию животных. То есть вместо надписи раньше были вот такие рисуночки. Кстати, очень даже интересно. Сейчас попробуем все-таки зайти в магазин Арабия. Финской посуды. Очень хорошего качества, конечно. Цены, конечно, дорогие. Но от этого стоит. Вот так все оформлено красиво внутри. Потом подойдем к метроле. Эта коллекция выпускается уже, наверное, лет 20. Вот эти фруктовые. Вот так все красиво у них, конечно. И тут сразу же другой. Итало. Тоже это финское производство. Магазин. Очень все тоже красиво. Тут тоже в основном придется посуда. Сейчас чуть-чуть посмотрим. Вот такие тарелочки. Так. И там пойдем посмотрим красивые птички. Сделаны из стекла. Тут прям почти как музей. Птички, конечно, дорогие. Они стоят около 400 евро. И вот эти вот скульптуры. Тоже такие необычные вазы. Посмотрим. Эти вазы стоят 1250 евро. Поменьше и побольше 1600 евро. И эти птичка стоит 445, а яйцо 159, да еще и как бы со скидкой. Ну, это, конечно, многовато. Вот общий план. Первый отдел. Арабия делает мумитроли чашечки. Пойдем посмотрим. Сейчас они всего лишь 12 евро. Вот они такие красивые. И одна чашечка стоит будет 12 евро. Здесь вот такая посуда. Тарелочка детская 15 евро. Но это, так понимаю, еще и скидка. На них сейл, распродажа шерлада. И вот такие прекрасные чашечки с домиком. Как в виде домика. Это был магазин. И... И сейчас мы пойдем в другие магазинчики. Так, ну вот сейчас покажу вам немножко дальше, что какие здесь еще есть магазины. Балмуир. Здесь очень хорошие, качественные шарфики. Проверено. Так, сейчас покажу еще. Ну, люксбак. Там различные сумки различных известных брендов есть. Так, что тут есть еще? Пойдемте посмотрим. Ну, сейчас я найду что-нибудь интересненькое. Обязательно нашли магазин Мария Курки. Это финский дизайнер. Спросим, можно ли туда зайти. Здесь же рядом Кали Вала Джойлеры. Это финское ювелирные изделия. Здесь делают тоже финская фирма. Но пойдемте вовнутрь магазинчика. Магазинчики. Очень красивый интерьер. Здесь очень красиво. Ну, сейчас посмотрим шоковые шарфики. Тоже везде скидки. Отличные сумочки. Вот это так и выглядит. О, какие теплые. Вот такой миленький магазинчик. Здесь тоже финская фирма Арика. Они делают различные изделия, украшения. Как правило, это дерево. Немножко видно. Уже заходить мы не будем. Вот такие различные. Ну, и тут сразу же Лонг Чамп. Здесь очень хорошие сумки, чемоданы. Вот какой-то хороший ресторанчик при гостинице. И вот я сейчас вам покажу, как это все. Вот здесь этот памятник Рунибергу идет. И вот такой красивый ресторанчик здесь. Цены здесь такие, как обычные, как и везде, в принципе, в Хельсинке. Здесь очень мило. Вот. Здесь можешь сидеть на улице. Итак, пойдемте туда, вперед. Так. Это уже другой ресторанчик. Тут уже начались немножко побольше различных кафе. Так. И еще я хотела показать галерею Эспланад. Это вход в торговый центр. Там очень много-много различных брендовых магазинов. Туда можно просто как торговый центр бутиков. Вот здесь прекрасный магазин Фурлы. И сюда, пожалуйста, вот галерея Эспланад. Можно зайти и пошопиться. Все в одном месте. Очень, кстати, удобно. Так, мы уже на той же улице, я как говорила, вот видите, опять животное там нарисовано. Не просто так. Уже рассказывала. И вот здесь такой магазинчик. И вот здесь бренды, которые они продают. То есть, все, все здесь, все здесь. Там вот вы видите Луи Виттон магазин. Где-то был. А, Марий Мекко. Мы туда пойдем, сходим. Финский это бренд. Магазин Луи Виттон. Сейчас посмотрим. Витрины мне нравятся, как они делают. Давайте посмотрим, чем они сейчас нас хотят удивить. Ну, в принципе, ничего особенного. Похоже даже на солнечные батареи. Но это новый тренд, походу. Поэтому решили сделать. Вот. Ну и тут ювелирные изделия. И различные кафе. Еще раз покажу общий план. Ну, в принципе, и все. Сейчас еще зайдем в финский магазин Марий Мекко. И на этом, наверное, уже. Так, вот мы возле магазина Марий Мекко. Это известный финский бренд одежды по всему миру. Особенно его любят почему-то в Азии. Вот. Вход. Ну, посмотрим, если там что-то интересное. Покажу вам витрину. Этого, наверное, будет достаточно. Такое пестрое, яркое. Они также делают и постельное бивио, насколько я знаю. Различные сумки. Ну, вот. Ну, это, в принципе, и все. Так, это все тот же парк Этелая Эспланаде. И тут сразу же эта улочка. Здесь, конечно, очень шумно. Кафе Эспланад. Очень хорошее место. Советую. Вот. Еще раз панорамный вид немножко. Ну, все, дорогие мои. Это был канал Краб-Краб Коробочка. Подписывайтесь на нас. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok